Первый матч Моно на этом турнире, также Ишиши, группа А. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил Дима Торзок 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 И барак новый восстанавливает. Ой, провал от Муна. Пойди, внизу экспант строится или нет? А, нет, их строится нормально. Просто что-то не видно, что там синяя точка непонятная. Сиси не успел посмотреть, не чекнул, есть ли там экспант. Но Т1 по-прежнему у Муна и барака нет. Он не лентил, он не лентил, он не лентил, поэтому он не лентил. Ай-й-й-й, это джаржа. Ребят, я говорю, я буду читать ник Кси-Кси постоянно по-разному. Поэтому вы не удивляйтесь, я буду называть Ши-Ши, Кси-Кси, Си-Си, Хи-Хи. Или просто Сиська. Неважно, это не имеет значения. Потому что тут у него Т2 и Хантер Холл. Вообще у Муна все плохо. У него, конечно, экспант сейчас достроится, но, блин. Вообще странно, что... Здесь еще когти выпадают. Цирклетка, двое когтей. Демон Хантер здесь вообще просто затарен. Сейчас, если еще третьи, третьи когти или цирклетка выпадет. Блин, кольцо выпало. Кольцо не очень. Так, ну и что будет делать Мун? Экспант у него достроился. Так и непонятно, видел ли... Жужу экспант или нет. В Т3 сразу быстро идет. А здесь уже демон прибегает. Типа лорница отменять, но лорниц нету. Потому что еще по таймингу не может построить. Но теряет на этом виспас. Трех ударов виспас зарезал. Так, возвращается здесь армия. И сейчас выходит козел, прикапывает Арчу. Но Арчу это как-то дешево прикапывать. Причем сейчас нужно еще тратить просветку на нее. Надо было, мне кажется, демон Хантера Муновского прикапывать. Причем Арчу-то он не убил. Так, ну и что делает Мун? У него... У него Т2 делается. Пошла прикопочка, но должен убегать здесь. За счет сапогов. Абсолютно без ХП Муновский демон Хантер. Ему сейчас восстанавливаться в колодцах будет тяжело, потому что и мана нету. Вот это Арча, кстати. Стапает свою Арчу. Блин, не знаю. Какая-то дешевая прикопка была на Арчу. Ой, смотрите, здесь Хантерес настроил Мун тем временем. Эксплант уже работает. По-моему, Жужу сейчас вообще не понял, в чем прикол. Потому что там минус 2 виспа у Муна на ровном месте. Вообще ничего не сделал. Так, магазин строится. Мун перекупил наемников. Здесь тоже наемник покупается Бамбар. Ну, по армии нормально у Муна здесь нужно... Скорее всего, на ТП отсюда уйдет. Размена по ХП. А что магазин-то не сносит? Я не пойму, почему магазин не снес. Лол, он сейчас магазин не убил, и Мун там купил хилпот и отхилился спокойно. Демон Хантер возвращается на персоналке. Но теряется, Бамбар уже. Сейчас будет минус Бамбар. Почему ты магазин-то не убил? Он просто хилпот там выпил. Блин, такая ошибка. И сейчас на ТП уходит. Это просто дикая ошибка, и походу, Дил Мун затащит эту катку. Потому что там уже дряды. А здесь дикие проблемы с деревом. На Мишек вообще не хватает. Там 20 дерева. И Михаилов вообще нету. Да, это катка за Муном, я думаю, будет. Но... Что-то откровенно как-то слабо. Жужу здесь тащит. Просто Мун поставил экспант, потерял на этом барак. И его за это не наказали. Не, Мун хорошо отыгрывает. Ничего такого. То есть просто экспант. Похарасил виспов. Построил котов. Нормально Мун отыгрывает. Все хорошо. А вот хихи. Что-то вообще херню какую-то отворит. У него сейчас Мишек путью не будет. А там уже 50 лимита. И дрядки сейчас пойдут. Так что... Это катка за Муном, я думаю, 100%. Да, масс дряды на Т2. А, нет. Это, короче... Масс без брони юниты, короче. То есть талоны, хантресы и дряды. Ну, здесь на самом деле, мне кажется, какую бы страту не выбрал Мун, он уже все равно затащит. Потому что он перекупает много свитков. 65 лимита у Муна. Да, здесь... Здесь без шансов должно быть. Тут уже... Мишки они бы зарешали намного раньше. Но сейчас уже Мишки бесполезны. Тем более в таком количестве. В количестве одного. Что-то типа Крип Джека здесь произошло. Нужно... Хантресу, наверное, было прикапывать и убивать. Не стал этого делать. Ну, посмотрите на армию... На армию Муна, 70 лимита. И на армию... Жужу. Прикапывает демон Хантера, хилпот сразу выпивается. Вот ты сразу думаешь, почему он тогда магазин не убил. Просто... Зафокусил бы магазин, который строится. Все, у него хилпота нету. Там еще Патма. Ой, господи. Просто посмотрите на количество юнитов. Там уже в две пачки не вылазит. Это... Он хочет сделать какие-то вещи. Да. Это... Пытается выйти в экспанс свой китайский эльф. Вообще, для Муна очень важный турнир, потому что на WCA он не прошел, турниров он не тащит в последнее время. Поэтому ему нужно здесь хотя бы в топ-3 войти. На этом лане. Пока что он уверенно играет. 80 лимита. Можно просто через атаку послать. Я бы даже не контролил. Особенно, когда ты играешь на вебке. Можно было руки вверх отправить и посмотреть, как армию Муну здесь все разнесет. Было бы забавно. Но это анмайнер, конечно, такой небольшой. Но почему нет? На мейн, кажется, идет у Малики. Мануэлла здесь минусует... А, смотрите, разделяет армию Мун на две пачки. Хантрессами здесь харасит виспов и экспант, а вверху дриады с арчами. Слушайте... Неплохо здесь Мун разводит. Два Мунвэлла сейчас убьет. Слушайте... Даже в такой ситуации, когда у него уже... Вроде приходи и убивай, он все равно старается максимально своего оппонента раскачать. Это круто смотрится. Минус два Мунвэлла. Здесь Си Си тоже разделил свою армию на две части. Но два Мунвэлла он потерял и теряет одну дриадку. Убивает на этом Талончика. Не знаю, зачем здесь Мун сражается. Вот он подходит справа своей армии основной. Хотя нет, почему он здесь медведя убивает. Да, медведи терпят. Свиток первый юзается. Свиток, по-моему... Аня там колодцем подхиливает, но этого недостаточно. Снизу армия очень медленно подходит у Си Си. И окружается Дион Хадар. Нет, не окружается. Но лимит, лимита очень много. У Муна... Ему не страшно терять каких-то там талонов, которые заказываются очень быстро. Мишек-то так быстро не закажешь. Ну и последняя атака в лоб. Мишки врезаются, но их намного меньше. Конечно, по ХП они намного серьезнее. Их фокусить очень долго приходится. Плюс есть стафы, но здесь и свитки у Муна. И Муна намного больше. Там лимит 50 на 70, даже на 80. Единственное, что у Муна нету арбы, и его Демон Хантер не так мощно демажит. Потому что арба все-таки колоссально демаж добавляет за счет периодического урона от Пойзона. Ну и Си-Си здесь разваливается. Демон Хантер там вверху кое-как выживает. Уже, по-моему, пятый Демон Хантер у Муна. Инвул зачем? Ну сейчас Мун как-то это, видимо, прокликал сначала Инвул, а потом ТП. Но он, типа, наверное, на Млоке нажал там какую-то цифру и случайно попал по Инвулу. Ну не знаю, зачем здесь ТП Мун сделал, у него 1000 голды. Типа у него уже там битые все юниты были, и свитков не было. Не знаю, по-моему, можно было там заканчивать игру. На самом деле игра очень сильно затянулась, мне это не нравится. Потому что игра должна быть намного быстрее, намного быстрее должна была закончиться. А он что-то все еще терпит. Но на самом деле у Сисито экспант стоит, и у него более качественный лимит из мишек, но лимита маловато. Так что... Да нет, Мун должен заканчивать игру. Вообще Мун должен был в Т3 параллельно выходить, я думаю, учитывая, что он там до 80 лимита дожил. И у него 1000 голды, можно было спокойно и в мишек так же перейти, или Химер настроить, как вариант. Почему нет? Или, возможно, Мун просто хочет побольше покликать в первой игре, расконтролиться. Или побольше посидеть на фоне елок. Не знаю. Напомню, тот, кто выигрывает, попадает на Романтика, и они уже будут играть за выход из группы. Тот, кто проигрывает, попадает на Сейфа, который в лозерах. Ну, я думаю, все равно Мун и Шиши должны повыходить из группы. Хотя Романтик может Шиши замочить. Но я думаю, Мун выйдет из группы точно. Насчет Шиши не уверен. Там будет Шиши с Романтиком делить второе место, судя по всему. Ну, пока что по первой игре Мун и Шиши. Я так думаю. Ой, книга опыта выпадает, и Демон Хантера почти пятого. Позиция не очень хорошая для Сейфа, потому что у него там половина медведей в сетке. И сразу принимает Демон Хантера. Инвула-то нету. Инвула нету, но его ставфуют. Обратно возвращается. А нет, это ТП уже массовый. Там персоналки не было. Теряет на этом пару медведей. Экспанд работает. Но лимита маловато. Вот, кстати, талонницу делает для фейри драгонов, чтобы вражеских талонов убивать. Но поздновато, по-моему, добавляет. Вообще не показывает нам мейн моно. Он Т3 там сделал, просто, возможно, уже Химера строится. Судя по тому, что у него голды было много. Я только не знаю, сегодня будут все матчи группы А, или только какие-то из них. Потому что там написано, что в двух днях проходит группа. То есть, возможно, сегодня только три матча, допустим, и завтра еще два будет. Ну, не знаю я. Вообще, что-то у Муна... А, вон, у Муна Михаила есть. Да, Т3 есть. Т3 есть, но Химера он не стал строить. Но Михаил с таким лимитом, конечно, хорошо заходит, потому что один рык бафает всем урон. Но, конечно, надо Муну выходить в более качественных Михаилов, либо уже в Химер. Да, у него есть уже три Михаила. Но другие юниты не такие полезные, как Талоны. Хотя, если он им Циклон сделает, то это будет нормально. Не, ну тут вообще очень микс жесткий. Если Циклон будет на Талонах... Шиши даже ссыкует забрать свою оранжевую точку. Мог бы пятого сейчас Демона сделать. И у Шиши сейчас будут Ферри Драгоны. Должны уже прилетать первые. И вообще, тут еще не все так понятно. Мун, мне кажется, слишком затянул. Это вот как вчера, Млфан на Кера Капе затягивал, затягивал, и Рифлопуш его провалился. И тут также Мун сейчас может проиграть. Потому что здесь уже и Феррики есть, и 70 лимита. Хотя гипосы есть у Муна. Да, гипосы есть, так что Феррики не зарешают. Потому что гипосы очень быстро их сожрут. Стенка на стенку. Пятый Демон Хантер у Си Си. Ну там что-то толпятся сверху Михаила у Си Си. И размены идут. Свиток Армора пошел. Есть свитки у Муна. И пошел Циклон. Циклон пошел после того, как Ферри Драгонов заклевали. Да, вот с Циклоном затащат по-любому Мун здесь. Потому что Медведи плюс Циклоны, это очень дико. Да, развалился. 70 лимита у Муна. У Шиши там что-то вот 3 дрядки, 2 героя. Да, это гуд гейм. Подкручивает еще Лося грамотно. Шестой Демон Хантер. Ультимейт, ультимейт нажми. Блин, не успел нажать ультимейт. Ах. Хорошо, давайте посмотрим, что Муна получил 1.0 на 0.000. Мун, кстати, на соседнем компьютере играет. То есть там два монитора стоят. Это я уже сказал не для стримопайства. Два монитора стоят, потому что там 2 на 2 еще игры будут. То есть турнир 2 на 2 какой-то проходит. То есть турнир 2 на 2 какой-то проходит. Мун, да. Да, да. Но, в общем, его эмоционально будет очень хорошо. И, конечно, его эмоционально будет очень хорошо. То есть, у меня есть много игроков. Мун, да. 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 Мун. Мун, да. Мун, да. Мун. Вчера, это не только, но и на то, что не будет. Сейчас, в чем-то, мы можем выбрать правильный уровень. И, наверное, очень много людей. Сейчас в рпг-модах уже открыли. В рпг-модах не очень удобно. Сейчас есть много рпг-модов, которые позволяют тебе выбрать. Но, конечно, это очень хорошо. Мы в рпг-модах не будем делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 право орды на этого волчина там хотя нет там же этот граммаж был просто все запутан так постоянно переделают граммаж был его замочили точнее его строна скинули волчин стал отрал просто он как этот как скиталец у нее там сынок же еще с какой-то бабой там все запутано дико не да не приказывал легион я просто не думаю еще потому что он там 2 косаря кажется стоит дороговато прошлое дополнение косарь было кажется компас этот компас не указывает на север да да гараж граммар граммаш это граммаш это которая которого в уроке был я их путаю просто именно похоже футмен разбушевался за альянс ну наконец то мы вернули свою группу блин ну что-то очень долгие перерывы нет не нравится 6 принесли не затянется мне как бы свалить надо я просто сегодня хотел на первом стиле сходить наконец-то еще никак не схожу он и Сильвана главная, ну тут и из ролика понимаешь, что Сильвана главная, а ты в этот что ли в бетку играешь? У тебя бета легионы есть? Я обычно даже если у меня бета есть, то я не играю, потому что не хочу себе спойлеры какие-то ловить. Мун там уже уснул, короче. На самом деле, когда Мун вот так сидит и голову опускает, он не спит, он медитирует. Вот видите? Это он медитирует, это он не спит. Он перед игрой медитирует. Я думаю, что это не очень хорошо, чтобы выбрать этот твой. Муэн здесь думает. Мун медитация. Это произошло. Вы не понимаете. Мы чувствуем что-либо что-либо. Если он смотрит, он тоже не очень вкусный. Да. Он как-либо. Он как-либо. Он как-либо. Он как-либо. Он как-либо. Пошла наконец вторая катка Амазония, причём смотрите как-то, карты у них похожие, я не знаю, может там, да нет, они должны черкать в любом случае, просто Романтик с сейвом тоже играли на Ахе Амазонии, но вряд ли там у них какой-то распорядок, карты есть заранее, скорее всего, всё-таки черкают. Что-то Хи Хи не может нормально усесться на стул. Спасибо за внимание. Корректор А. Да. Мон, я не думаю, что это не очень важно, но я думаю, что в прошлой игре не зависит от стиля игроков, будут ли они опять какие-то экспанды делать, как Мон на эхо. Я думаю, что это будет стандарт мишки на мишки, то есть идеальный Мирор. Скорее всего, со вторыми козлами. Я не думаю, что сейчас будет кто-то Аркадий. Там какой-то ЛС, по-моему, не на того героя кинули. Так, Шиши у нас здесь закрепился. Да, здесь ЛС был на разбойнике. Я не знаю, каким образом Мон на разбойника закинул ЛС, но это так. Т2. Здесь тоже. Нет. Виспа дополнительно устроит Мун. А, он ха-ха стоит. То есть, вот уже отличия есть по стратегии. Играет через одну Арчу, потом в Хантрес. Три Хантреса будут, но Т2 попозднее. Будет ли Шиши добавлять Арчей? Да, Шиши добавляет Арчей. Потому что играть в одну Арчу очень аркадно, можно отлететь как раз от этих Хантрес. Очень сливово крепятся оба игрока. Забирают максимальное количество точек, пытаются к третьему левелу пройти. Плохие девайсы здесь. У Шиши, Кольцо Армора. Две Мантии бесполезные. Можно будет потом Ласю передать, либо Наге. Хантрес пока не видно. Вообще, уже должна быть первая. У Муна Хантреска пока что нету. Так, продал Мантии. И хочет закрепить здесь довольно жирную точку. Начинает с троля. С него выпадает книжечка. Так, и Мун там что-то тоже бегает. Рядом с магазином. Но вряд ли будет крепить, потому что у него одна Арча. Третий уровень у Шиши. Глаза выпадают. Хороший девайс. Нет, здесь все равно Мун крепится. С одной Хантресой и Арчой. Ну, довольно аркадненько. Сейчас уже вторые герои будут. Сейчас минус виспаум она делает. Ха, ха. Это китайский стрим, поэтому и качество хорошее. Картинка идет в 720. А тот рестрим, который мы делали, мы смотрели корейцев, и у них совершенно другой плеер. Из-за этого он и лагал. Продолжают. Здесь крепятся Шиши. Неплохо все он делает. По-моему, сейчас Мун в плохой позиции находится. Отстает он. И по криппингу, и по течу. Хантрес, он своих никак не реализовал. То есть, не навязывал борьбу. Убиваются глаза обоими игроками. Лорница у обоих игроков. Второго героя пока что у Муна нету. Дарка. Интересно. Так, уже какая-то разновидность, какая-то стратегия. Потому что Дарка, это неожиданно. Арчей не так много здесь. У Шиши всего 4 Арчи, и сейчас уже Дряды пойдут. Или, возможно, даже быстрые мишки. Нет, Дряды первое. Интересно. Но Дарка, по-моему, бесполезна. Возможно, просто Мун собирается как-то олынить с Моздрядами. Не знаю. Пока Т3 он не делает. Мун не делает. Он не делает. Он не делает. Он не делает. Вообще очень сильно. По криппингу Шиши просто опережает. Постоянно крипит какие-то важные точки. И скоро у него в Т3 будет выход. А, смотрите, Экспанд. Блин, а нам не показали, к сожалению, комментаторы. Но Экспанд здесь втихую построил Мун. И Мун, мне нравится, как Мун играет Мирор. То есть он не играет стандартными мишкодрядами. Он постоянно старается какие-то прохлады делать, вот как сейчас с Экспандом, как в прошлой игре с Экспандом. И самое прикольное, что он их реализует достаточно успешно. И он опять собирается делать ставку на Мас Хантрес, Дриад и Даркус, который будет помогать скелетов снимать. Блин, ну это комментаторы нам не показали. Я же смотрю. Стрим все-таки, а не сам кликаю. Ой, кельтолазские сапоги плюс 6. Хороший девайс для Демон Хантера. Пока что у игрока крепится, но у Муна уже Экспанд потихоньку начинает добывать. Да, всем пацаны привет с Твича, с Гудгейма, кто смотрит. Пошел апгрейд на мишек, покупает Сарба Демон Хантером. Ну и что, прокатит Леу Муна второй раз Экспанд? Да. 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 Там еще Ашот Аура выпал для Дарк Рейнджерки. Блин, Муну везет на девайсы. Для Дриад, для Хантрес, для Арчей. Не хочет пока что Си Си наламываться на этот Экспанд, но он же прекрасно понимает, что там есть Экспанд. Он старается закрепить здесь очень жирную точку Голема. Здесь может просто колоссальный прикольный девайс выпасть. Например, Аура выносливости, Аура ДК, это очень топовый девайс. Плюс 12 коктейль для Демон Хантера. Мун бежит на Крип Джек, но должен... Блин, ТП нету. ТП у Шиши нету. Блин, там очень битый остался Гранитный Голем. Нужно забирать его. Да, нужно забирать. Правда, будет тогда Шиши вне позиции. Сзади подходит Мун. Вот Аура выносливости, очень топовый девайс. Но плохая позиция для Шиши. Демон Хантер, правда, у Муна еще не добежал. Сразу старается Мишку зарубить. Должен быть стафф. Стаффа нету. Стаффа... Не знаю, у Нага вообще есть стафф. Есть стафф у Наги, есть ТП. У Муна Демон Хантера принимает... Ой, принимает Демон Хантера с бутылкой на 500 хп! Как же так? Мун отдал Демона с бутылкой. Но... Но Мун все равно здесь раскладывает. Здесь один Мишка, две Арчи и два Героя. Но у Муна очень много Дриад. Попытка забрать еще Дарку, но что-то здесь... Ну, лимита просто больше. Мишек очень мало. Да, очень много Дриад, даже несмотря на потерю Демон Хантера. Что-то... Что-то как-то Муну больше. У Шиши четвертая нога. Ну, блин, она не стреляет даже Фрост Эрроу по Дриадам. Ой, сейчас Дарку, Дарку можно принять! И ставает еще Медведя на Ласхитах. Там банку уже должен прожимать на Демоне, да, прожимает. Дарка, что там по Дарке? Дарка, кстати, даже без сапогов очень быстрый герой. Скорость передвижения у ней очень классная. Здесь Нагу принимает, надо БТП нажать. Бесполезный Риджу, потому что диспел есть. И Нагу... О, сейчас Дриада может спасти Нагу! Да стреляет-то Дриадой, Мун не контролит! Инвол нажимает. Он Дриадой мог подзамедлить Демона, но не стал этого делать. Ну и все, Дарка выживает. Но это победа за Муном. У него куча Дриад. Сейчас Демона тут, я думаю, подожмут. Хотя он с аурой выносливости. Да нет, там уже посмотрите, сколько Дриад у Муны. Но мне кажется, это все-таки 2-0 уверенная победа за Муном. Если бы он в том моменте не отдал Демона Хантера, прожал бы Бутылек, и была бы уже, я думаю, катка. А так, Шиши все еще сражается. Ну, посмотрите, здесь 60 лимит, Дриад. А тут Михаилов нету практически. Три мишки, ну что это такое? Это очень мало. Шиши, может попробовать забрать. Еще одну красную точку. Прокачать Демона до пятого. Дирижабль. Ну, пытается он какие-то разводы здесь сделать. Ну, просто Мун постоянно наращивает преимущество свое. Есть просто ситуация такая, что Мун уже с экспанда не отойдет, а мейн близко, потому что точек на карте больше нету, кроме одной красной. И как бы Мун просто сидит и копит лимит, потому что у нее экспанд работает. У Си Си все еще 50 лимит, он пытается ставить экспанд, судя по точке. Ой, Дирижабль бы тут не потерять. Сразу половину хитов у Дирижабля снимают. Мун Т3, интересно, нажал или чисто на рядах останется? Ему бы тоже в своих мишек выйти, чтобы уже гарантированно не слить. Нет, Мун на Т2 сидит, все еще продолжает дряться, строить. Ну, Мув с Дирижаблем не прокачал себя. Он типа тянет время, чтобы экспанд поставить. Но Муну сейчас просто 80 лимита будет со свитками. И тут ничего не сделать. Походу, дело 2-0 за Муном. Отменился экспанд. Может подрывник тут был? Чекают подрывников комментаторы. Комментаторы лапки, конечно, местные. Даже подрывников не видят, не то что Ховк. Ховк всегда подрывников ищет. А вот еще здесь морлыки есть. Просто нереальное количество коз. Скачут тут по полю. Скачут тут по полю. По-прежнему на 50 лимита сидит ССССР, накопил он 1000 голды. Экспанд у него не получилось поставить. Да. Сейчас возможно успеет красную точку закрепить. Но Мун палит. Да, Мун палит. Не получится. Сейчас просто Шиши затянет, там в Химер как-нибудь выйдет Мун. Рядами очень удобно крепить таких големов, потому что ни болты, ни клэпы не действуют. Демон, кстати, без сапогов, но Нага тоже без сапогов, поэтому не догоняет. Когти плюс 12 для Дарки. Прикольно было бы, если бы они декорации подбирали под игроков, под расу. То есть вот ёлки это типа эльфы, там, знаете, мёртвые ёлки это андеды, орки, не знаю, срубленные ёлки, а Хуманам просто ферму на заднем плане поставить. Убивает своих Дриад Мун, чтобы настроить. Не знаю, кого он там строит. Мишек может. Да там пошли в чатике уже фантазии на эту тему. Блин, ну если честно, игра вообще скучная. Я просто сижу и думаю, блин, да закончите, уже я хочу там пожрать, сходить. Просто нереально скучная игра. Пока что турнир не радует. По первому дню игры очень скучные. Но опять же группа скучная получается. То есть здесь из таких фаворитов Мун, Романтик, который достаточно много играет. Турист Сэйф и Шиши, который вообще сейчас игру не показывает. Нормально. Минута. Это очень много игроков. Это на самом деле. Но сейчас. Мы сейчас. Это 4-5. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой, какой Демон Хантер там потненький. Отходит, отходит Мун. Блин, ну Нага с Демоном здесь столько дэмэджа наносят. Несмотря на большой лимит, но персоналочка возвращается Мун. И шестая Нага. Ну, шестая Нага ничего не делает там. Хотя пошло Торнадо! Торнадо пошло, все летают. Два скелета летают, очень полезный. Три скелета летают, какой полезный ультимейт. И Демон Хантер там сверху умирает. Последняя тычка минус, Демон Хантер, седьмой левел. Седьмой левел Демон Хантера. Скелеты дикие закончился. Ультимейт. И неужели Хихи затащит в этой игре? Вот это топчик. Демон Хантер сдох у Муна. Все битое у Муна. 58 лимита. Демон Хантер выкупает. Демон Хантер, кстати, почти шестого уровня. Но спалится ли Демон Хантер? По-моему, на лорницах спалился. И... Быстрее, быстрее. Шиши, беги. Перехватывай Демона. Демона перехватывает. Фруст Эуру начинает работать. Фруст Эуру работает. Моноберный не кинуть. Но став сейчас будет от дарки там. А, ставить-то нельзя. Нет, ставить можно. У него же там мейн на мейне стоит. Сразу Риджуф пошел. Но лимита у Хихи 48. Торнадо вообще затащило. Три скелета летало, это затащило. Такой полезный ультимейт просто. Три скелета летают. Это массовый циклон. Три скелета летал. Три скелета летало очень важный. О penseи, ridic. У него klein mã – глубокий ромат. И у Ziega. Свет, это є. Раз Witch,boards Риш, Всем привет! Зато на нашей серии. Снова Дарка идет переманивать Переманивается Медведь Блин, ну вот эта тема, конечно, тащит С переманиванием юнитов по КД 150 маны стоит И, по-моему, 30 секунд кулдаун, если я не ошибаюсь Где-то за игру уже 5 или 6 Медведя переманил Мун Это, если в пересчете на голду Сколько Мишка стоит? 280, 255, я точно не помню Ну, короче, это где-то тысячи полторы, может даже две Зависит от того, какое количество Мишек и сколько они стоят 60 секунд? Ну, я точно не знаю, потому что Дарка не так часто играет до 6 уровня Ну, там довольно быстрая перезарядка на... Да, кстати, на Амазоне экспант 25 тысяч голды имеет То есть, несмотря на то, что игра уже часа 3 идет Они все еще не выкачали голду Демон почти 6 у Муна И в битве он, скорее всего, 6 уровень получит Но, знаете, минус какой Мун-то постоянно на лимите сидит? То есть, он качает меньше голды, а ксикси на 50 лимита сидит И, соответственно, вкачивать голды он больше получает Дарка бежит Дарке моноберн прописывается Какой-то фокус в Нагу пошел так Ну, Нага довольно слабый герой По ХП Будетllie Мун-то не перезарядки Во-пэк, а потом начинаем с чего-то Часки вроде Дарком Считывать просто не уверен Я думаю, что на системы machine будет присутствовать И везде Считывать за всё-по-пэк В чем-то получается То есть, из-за чехи И в общем-то будет То есть, вот Считывать шутки Считывать все пике Считывать dagли В общем-то, у нас единственная Как-то есть, что-то Ну, вот В общем-то Ю-то То есть, что-то Это партнерка Снова Мун заказывает Химер, но гипосы там есть, плюс сейчас гипосов добавляет шиши. Поэтому их не знают, как раз в мешочках он не перенес всего. Шиши В Тремчанский не лагает, но с чего он лагает? По количеству битрейда? Там что-то 3000 или даже меньше Так что не должен лагать Так, дирижабль, кстати, есть Мне кажется, Мун Собирается наламываться О, он сейчас наламывается на мейн Сейчас будет пробреваться Минус экспант, кажется Сразу еще в нагу фокус, нагу спасают Ну чини, чини, хихи Чини ты экспант, да ёпта Не чинит, это минус экспант и тп Ой, как здесь Мун хорошо зашел Что ж ты не чинил-то, братюня-то Просто отдал мейн Теперь голды нету Надо заново восстанавливать Сколько там у Муна, я... 2000 голды у Муна еще И там химеры Почти шестой демон хантер у Муна Надо одного медведя убить И будут уже демон хантер на демон хантер И кажется, пошел финальный замес Снова опять Мишки переманивают Сразу сало на... На дю Форкет, стафы, свитки Торнадо пошел Торнадо заходит Заходит Торнадо Мишки летают Мишки летают Это циклоны бесполезные Хотя нет, Мишка... Не успевает моноберн сделать И шестой демон хантер на шестого демон хантера Форкет откидывается Непонятно кто тачит Но по-моему Муна намного больше У Муна очень битый демон хантер Но демон хантер хихи тоже битый Там Мишек целая куча 75 лимита у Муна И скелеты еще бегут Да, и у Муна... У хихи остается 33 лимита Это победа за Муном Походу Неожиданно Дарка все-таки побольше порешала Джейджи Джейджи О, да Муна-лики побеждает Но игра, конечно, была Не очень Самая скучная игра на этом турнире Покажет И помните, что она не уходит Но игра, мне демон хранится Да, и супер Неда Внутри Внутри Муна-лики Чапht Муна-лики